всем привет сегодня у нас вот такая небольшая кучка посылок раз два три 4 5 6 7 8 штук разные посылки самое интересное это вот здесь находится это два вертолета по цене одного который покупался на бангуде по акции вот остальное я не знаю давайте распакуем все и посмотрим и так пришло много интересного сейчас мы все посмотрим по очереди но хотел заметить вот только что распаковывают эту штуку и зацепил ножом ленточку конечно обидно но вот такой вот кейсик у нас идет это очки за 2 доллара с копейками компьютерные очки женские давайте посмотрим вот сделан чехольчик довольно таки симпатично круто для девочек ну стильно очень стильно и довольно качественно то есть здесь все неплохо сделано единственное что я вот пырану его ножом немножко вот так очки выглядят немного они залапанные пришли не знаю будет видно нет вот то есть видно невооруженным взглядом оттирал очки то есть вот такой вот салфеткой из от xiaomi ts то есть остаются небольшие разводы на очках вот то есть не просто тереть основная грязь конечно стерлась которая была там отпечатки чьи-то но тут какое-то покрытие что она оставляет немного разводов вот сейчас мы вот вытерли но снизу видны разводы вот вроде бы добился нужного эффекта теперь есть небольшие разводы вот внизу откладываем ну чехольчик здесь интересные прикольный такой вот откладываем давайте дальше дальше у нас вот такая вот штука это из магазина gear best вот такая вот силиконовая штука а ну она открывается то есть это вставка не вытягивается вытягивается вот вот так это все выглядит силиконовая штучка вот для мочалочек то есть сюда ложим мочалочки которым моем посуду и прикрепляем этой штучкой вот так вот на кран прикрепили и у нас в раковине опущенная вот так мочалочка то есть удобно у меня сейчас стоит на раковине сверху но не совсем удобно мне ее брать поэтому я купил вот такую штуку вот и сталось только правильно и вставить вытянул а теперь не могу вставить все получилось меня вставить ну кусочек сейчас видео добавлю как она будет выглядеть на а вот здесь еще вот такие вот два крючочка и их нужно было вот так сделать получается вот вот в принципе ее можно и ставить но лучше повесить на крану в общем посмотрим как она будет выглядеть вот мне самому интересно откладываем далее далее у нас давайте с помельче чего-то возьмем вот такой вот у нас нож за макс мультитул вот черного цвета отличный мультитул с gear best а это по моему для новых покупателей была акция купил еще с инструкцией все дела далее 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 что у нас здесь у нас здесь зарядка гаукома и сидит и покупать чать все дела вот так она залеплена это тоже магазин gear best гаукома давайте попробуем воткнуть что-то и посмотреть как она работает и так вставили подключили гаукома подключили к ней тестер давайте его обнулим вот и телефон по моему заряжен но давайте проверим что она нам покажет но дает вот 618 вольт это первая зарядка которую я вижу чтоб давала 621 и тут какая-то стрелочка замигала я первый раз вижу чтобы такое было то есть телефон заряжен полностью дает 34 ампера ему но вот такую стрелочку вот вот возле этих цифр возле вольтажа я еще не видел стрелочка вверх то есть на этом тестере чтобы не подключался сейчас давайте попробуем еще что-нибудь подключить взял еще лампу сяоми и powerbank давайте попробуем их что у нас на них покажет сяоми включенный она заряжена 1 26 ампера дает 497 вольта скорее всего тут наверное ограничение по кабелю давайте посмотрим что будет в powerbank powerbank заряжена 81 процент дает ему 144 ампера 495 97 вольта то есть больше всего вольтаж шел сюда потому что скорее всего скорее всего телефон поддерживает quick charge и наверное поэтому вольтаж был выше да и пошло опять 623 041 в общем если я ошибаюсь напишите в комментариях я в этом сильно не разбираюсь то есть но на уровне достаточном для себя я разбираюсь поэтому глубоко никогда там не углублял но по качеству исполнения мне все нравится все отлично глянцевая такая вот красивая коробочка пластик очень качественный вроде бы все исполнено на отлично гокома у меня вот такая вот я пользуюсь давно и ну все отлично заряжает быстро заряжает телефоны придраться не к чему ну еще купил однопортовую с quick charge с поддержкой quick charge 3 далее у нас вот это что это такое я уже и не помню что это ага я вспомнил это майка специальный материал такой прорезиненный как знаете о неопрен по моему называется материал который используют водолазы это майка для меня для того чтобы можно было сильнее потеть на тренировках для того чтобы быстрее терять вес вот так она выглядит круто конечно я пользовался поясом в одно время вот а теперь купил еще вот такую вот майку сейчас померяем подойдет она мне и майка мне подошла то есть она как раз на меня плотную сидит но не так просто ее одеть было потому что она практически не тянется то есть ты ее одеваешь и она так туго заходит вот давайте посмотрим вот так вот она тянется вот и реально сразу буквально я ее отдел у меня прохладно в комнате но я ее отдел сразу жаркое ты чувствуешь что ты начинаешь потеть вот специально для вот того чтобы избавляться от лишнего жира я последние за последний месяц покутил еще на килограмм то если того с февраля я похудел на 7 килограмм продолжаю потихоньку заниматься бегать я уже перестал потому что болят суставы на ногах и решил заниматься потихоньку по другому просто вот ну вот отличная майка я думаю будет мне помогать справляться отличная майка мне очень нравится я ожидал менее качественной вещи поехали дальше 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 у нас осталось немножко вот давайте посмотрим на эту сумку ступка покупалась уже была у меня я она мне так понравилась по моему покупалась в этом топе так понравилось что я купил еще одну то есть вот такая вот маленькая сумочка у нас и она превращается в большую я забыл ошибся скорее ну travel and back это сумка из алиэкспресса покупал я ее для ребенка для того чтобы можно было положить туда ролики или кроссовки что-нибудь то есть вот такая она очень дешевая такой вот пакет смотрите круто выглядит то есть карман этот который из которого мы достали он тоже выворачивается и находится внутри теперь вот так здесь один карман большое отделение такое вот большой такой карман получается с их маленьким вот одно отделение большое и спереди у нас еще на молнии еще один карманчик вот довольно таки вместительный вот то есть можно пару вещей положить сюда бутылку по положить это вот просто зеленая штучка для красоты я так понимаю вот и собрать с этой стороны тоже что-то еще можно положить и есть две ручки они такие но тоненькие из сеточки сделаны любом случае очень прикольно покупал я по моему ну если не изменяет память алиэкспресс это ну может быть и другой магазин ссылка будет в описании более точно и скидку на ссылку на скидку по которой я покупал тоже добавлю вот ну к сумка крутая мне нравится давайте ее запакуем обратно и пар проверим получится у меня нет ее запаковать не так плотно получилось плотно плоско как она пришла изначально но довольно таки все получилось быстро буквально там пара минут вот запаковал распаковал отличная сумка для путешествий я покупал с целью ложить туда ролики ребенка например далее осталось у нас две посылки это у нас коврик такой более технический его попросил заказать друг вот ему на стол нужен коврик вот такой вот бумажечке он такая вот площадка она довольно таки тонкая вот резина такая мягкая и приятная на ощупь к рукам не прилипает вот такая вот площадка то есть для каких-то там задач целей мишень тут я не знаю зачем то есть какие-то температура вот температура давайте поближе вот так посмотрим что это у нас тут за показания миажур магнет вот линейки дюймой а дюймы да вот здесь справа дюймы давайте на ней же уже распакуем вертолетики наши вертолетики по моему 13 или 14 долларов на бангуде были там еще буквально на днях была акция тоже два вертолета за 16 до нет за тоже статус 14 по моему эти же вертолеты я не помню в общем ну в общем я купил вот два штуки смотрите кстати к этому коврику прилипает немного все но это с одной стороны хорошо потому что когда работаешь за таким ковриком нужно чтобы болтики не катались и инструменты мелкие запчасти и так далее также можно там как площадку для вертолета использовать вот ну ладно давайте посмотрим на вертолет тоже нам положили за эти деньги то есть два вертолета за 13 долларов идет ухты а круто сделано я смотрю то есть ну по качеству исполнения довольно таки неплохо это сразу видно сразу бросается в глаза инструкция на английском языке это хорошо то есть ну тут в принципе я думаю ничего сложного нет далее у нас идет отверточка обычная четыре лопасти запасных и вот такая вот юсби зарядочка прикольно кстати компактная и такой специальный тут специфический штекер прям идет батарея она достается батарея у нас на 300 миллиампер часов 37 вольта и давайте проверим как она заряжается что она там подает какие-нибудь признаки так вставили загорелась красным ну и скорее всего она будет гореть либо потухнет когда будет заряжена либо нет давайте переткнем сюда вот ну и пусть пока заряжается вертолетик вот так выглядит сюда вставляем батарейку подключаем компактный такой здесь отсек для батарейки решетка и плата там видно что плата довольно таки качественно все сделать вообще реально качественно сделано это я так понимаю подсветка пульт управления и все больше ничего нету давайте посмотрим еще пульт управления здесь переключатель он идет вот такие вот две кнопки не знаю для чего они и джойстики джойстик этот в любую сторону этот тоже в любую сторону крутится сверху две тоже кнопки два шифта зачем они пока неизвестно вот ну стильно выглядит под черное белое на черном фоне то есть но очень прикольно выглядит питается от 2 а а батареек и полетели в общем по запускал но с ветром он очень легкий он практически не контролируемый если есть небольшой ветер даже и получается ребенок сильно нажал вверх он с буквально там за секунду за полторы секунды взлетел выше тополя дальше запикало что он нету связи и он улетел через здание перелетел упал и у нас вот здесь вот отломалась . сейчас покажу вот защитный бортик вот здесь он был он потерялся найти его не смогли но вертолет продолжал летать мы еще несколько там поигрались немножко вот сейчас я буду под клею в общем понравилось но во время ветра и ну сложновато управляется конечно для меня у меня опыта вообще практически нету то есть было несколько квадриков маленьких все они для меня тут сложновато управляется ну и вот был небольшой ветер получается мы вообще не не контролируем уносит просто и все и и и и